меня зовут Джанса, впрочем, многие называют меня Виля, ну или Вилем, в честь Шекспира, мне так нравится. Три года назад я оказался в России, ну хотя мне вообще-то с детства мечтал учиться в Испании, но в 16-м году испанцы отказали мне выдачу визы, а вот спустя в одном летнем лагере я познакомился с пацанами из России, не могу сказать, что мы сразу подружились, я тогда не знал русского, а русские не знали китайского, но как это срослось, они позвали меня в Россию, и я поехал. Ребята, хотите прикол? Сейчас я буду вообще-то с китайским акцентом говорить. При нахождении на телебище слушайте и выполняйте. Для наших ребят это очень сложно, для меня нет. Я сначала полгода же учил в Китае русский, ну в унике, а так там очень хороший препод, несмотря на китайский, но он хорошо владеет русским языком и украинским языком. Вот, поэтому мы с ним очень долго тренировались, поэтому вот так, вот так. У нас форма 1935-го братца, прошу прощения, тут-то это потворничок не пришел, не успел. А так, каждый поезд должен пришивать на гимназверке, на кителе белый потворничок. Тут, короче, у нас планка закрытая, это для армейцев, напеходенцев, а для НКВДшников у них открытая планка, типа будет все видно. Не знаю, почему они так делали, но вот так. Несмотря на то, что я родился в Пекине, но по определенной линии у меня манжурские корни, поэтому с детства от отца где-то я часто слышал рассказы о Красной Армии, которая освободила манжурскую землю во время Второй мировой войны. Об этом нам рассказывали в школе на уроках истории Советского Союза. Когда я слышал об этом, мне очень хотелось почувствовать на себе дух того поколения. Так что влетение военной реконструкции для меня это то, что идет из детского впечатления. Но, кстати, я реконструирую не только Вторую мировую войну, вообще весь 20 век. Вот уже знакомые у всех, типа, гимнастерка 43-го братца, вернули уже вагоны. Там еще эта шутка, типа, в 41-м ушли из поселка с петлицами, а в 44-м вернули все же с погонами. Люди думали, что вернулась царская армия, что ли? Кем я себя ощущаю в этих реконструкциях? Ну, я уже сказал, что реконструирую весь русский Татстовик, поэтому пробую себя в разных королях. Но могу сказать так, в туше я, прежде всего, командир Красной Армии. П啊лажетныйikka Квинем Ой, Дэнь, здорово. Привет. Слушай, я вообще-то сегодня хочу хоккей попробовать. Все-таки собрался, да? Ну, да. Отлично, отлично. Пойдем, проходи, я тебе сейчас подберу тогда форму. Ага. И потихонечку будем тебя приобщать к хоккейу. Таше, немного страшно. Зачем я пришел учиться хоккею? Да, я бы не сказал, что прямо-таки пришел учиться. Просто захотелось попробовать, как это стоять с клюшкой на льду. Но потом мне нравится примерять на себе все русское. А хоккей это очень русский спорт. А с чего начнем? Ну, по порядку. Снимай штаны. Вот за дорогощей. Да, да, да. Поехали куда-то. В хоккей всегда начинается с снятия штанов. Что-то не водительский? Да. Нет. У моего наставника Дэна есть друг Кулон, который раньше тренировал китайскую хоккейную команду. Так вот, он сказал, что если у меня с хоккейм все сложится, он за меня попросит. Но до этого еще далеко. Потому что пока я готовлюсь, впервые выйди на лед. Просто выйди на лед. И тут у меня главная задача удержаться на ногах. Режение, они именно внутри. Они сверху. Потом он будет тебе, как это называется, футболк или термобиллионер, что-то. Ага, так, и у нас большие-большие, ну, с этой стороны. О! Как раз, наверное. Вот это и по цвету подходит тоже. Да, скажи, тут спец, это все уже у тебя. Да нет, держи, давай, сними руку. Так, только надо. Крепление, а, вижу, на кнопочках. Иди туда и читай. Ну вот, в общем-то, и все. Как бы ты готов уже к выходу на лед. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Между прочим, я ни разу не упал. Но с хоккейной клюшкой меня на лед пока не пускает. Говорят, рано. Ну, ничего, подожду. Это вообще-то кафешка необычная. А, девочки, короче. Эх, настольник, выездил. Так, какую я возьму? Так, 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 так. Свою девушку я нашел в России. Ее зовут Наташа. Она чудесная, красивая, добрая, прекрасно рисует. Это, кстати, ее оговорили. Цветы, фрукты и наш портрет. А еще Наташа учит китайский язык. Не думаю об этом, у тебя хороший китайский. Наш китайский это очень сложно для ребят из России выучить. Просто в китайском сложность заключается в том, что сложно запоминать иероглифы именно. А в русском как написано, так и читается. То есть ты любое слово, даже если ты его не знаешь, можешь прочитать, ну, как минимум. Ну, да. Ну, прочитать легко, то иногда ты просто перепутаешь, типа, тоны. Ударение. Ударение, да, вот. А китайский это уже другая тема. Да, там пять тонов. То есть... Вы не понимаете. Один слог, может... Это другое. С Наташей мне повезло еще, потому что она потерпит все мои увеличения. Поэтому дерпит в доме склад вещей, которые связаны с военной реконструкцией. Оружие, гимнастерки, вещмешки, котелки. Это много чего. Ну, особенно мне запомнилась первая реконструкция, когда Вильям предложил мне поучаствовать с санитаркой. Там, купил специально цифроги, сумку. И я не думала, что мне придется проехать на танке. Мы только залезли туда, начали фотографироваться. Потом танк завелся, и надо было на нем ехать. Это на самом деле очень страшно, когда такой громкий звук, а еще они же стреляют. Хоть холостыми патронами, но все равно громко. В итоге я спрыгнула, побежала через все поле. Вот. Там была грязь, я просто себя испачкалась. Девердил, девердил. Да. Из Китая я вначале приеду в Москву, но она мне совсем не понравилась. Большой шумный город, много людей, как в Пекине. А потом я оказался в Петербурге и сразу влюбился в него. Поэтому решил здесь остаться. А заодно поступить в Петербургский университет на фокусе журналистики. А куда еще, господи? В школе я участвовал в радиопрограмме, потому что я общечный человек, потому что мне очень нравится пройти интервью, слушать истории разных людей. Поэтому журфак, это мое. Какие можно выделить фрицы поэтически? Вот здесь. После этого он тоже убьет. Нет, давайте попробуем хорошие принципы. Ну, что могу сказать, типа... Ну, партия. Ну, это... Выше всего то, что... Ну, как сказать... Если вот ваши СМИ выжить, типа, в нашей стране, то лучше слушать душами скажут. Сейчас я уже на четвертом корте. Пишу диплом на тему влияния масс-медиа на медиализацию общества. Ну, как это так. Вот, пошло нормально. Стрелял. Вот. Получилось, получилось. Неужели? Я вообще-то до 17-го года никогда не планировал, типа, в Россию приехать и дальше путешествовать. И тем более мтицы. Вот. Ну, вот так получилось. И я не жалею, что приехал в Россию. Мне так-то... И здесь хорошо. Но я все еще чувствую себя в пути. И это, наверное, неплохо. Пока не время останавливаться. Да, собственно говоря, я даже не знаю, где будет эта остановка. Может быть, в Петербурге. А может, я вернусь домой в Пекин. Знаю только, что летом я женюсь над Наташей. Мы станем семьей. И эта семья... Мое завтра. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok